Уважаемые друзья, уважаемая госпожа Президент, дамы и господа! Я очень рад быть здесь, в столице вашей прекрасной страны, и прежде всего хочу поблагодарить президента Аргентины, госпожу Кристину Фернандес, за тёплый приём, оказыванный российской делегацией. Мне также приятно отметить, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости, искренности, доверия – отличительные черты наших многоплановых контактов. Уверен, что это прочная основа для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами и народами. Первый российский посланник в Буэнос-Айресе, господин Ионин, ещё в 1885 году писал, что наши страны могут подать друг другу руку, чтобы сделаться союзниками. Следуя этому совету, мы часто поддерживали друг друга на протяжении 130 лет наших дипломатических отношений. Для сотен тысяч выходцев из России Аргентина стала второй родиной. Здесь, в Аргентине, крупнейшая в Южной Америке русскоязычная диаспора, в том числе потомки наших знаменитых династий – художников, политических деятелей, военачальников. Многие из них хранят духовную связь с Россией, её историей и культурой и вносят свой позитивный вклад в укрепление взаимопонимания между нашими народами. Сегодняшняя Аргентина – один из ведущих партнёров России в Латинской Америке. Наши страны выступают со схожих позиций по ключевым международным проблемам. Сообща отстаивают принципы многополярного мира, равноправия, взаимное уважение, неделимость безопасности. Россия со своей стороны неизменно выступает за решение спора о суверенитете над Мальвинскими островами за столом прямых переговоров между Аргентиной и Великобританией. И не могу в этой связи не обратить внимание на последнее высказывание госпоже президента по поводу некоторых двойных стандартов в международных делах. Мы тесно взаимодействуем в рамках ООН, группы 20 других объединений и форумов. Убеждён, что результаты сегодняшних переговоров откроют новые возможности для построения стратегического партнёрства между нашими странами, будут укреплять деловые и творческие контакты, послужат дальнейшему взаимодействию наших стран на международной арене, в том числе по совершенствованию международной финансовой системы. Дорогие друзья, позвольте предложить тост за дружбу и плодотворное сотрудничество между Аргентиной и Россией, за благополучие наших стран и народов, за здоровье президента Аргентины. Оно ей и нам всем очень нужно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.